Почему ты молчишь? И друзья, и враги ждут, что скажут последнее слово уста. И молчание прервётся, чтоб даже глухим Была понята в жестах твоя правота. Разве можно представить, что вместо тебя Здесь ворава права гражданина обрёл, Чтоб ему колосились под небом хлеба, Когда он потоптал и любовь, и добро. Защищайся, скажи о волнующих днях, О ликующем сыне наинской вдовы, О слепых, уходящих домой не в потьмах, А под сводом сияющей их синевы. Расскажи, как уныло, без всяких надежд Прокажённые шли, от тебя повстречав, Уходили, забыв о гнетущей нужде, Где им жалким для помощи встретить врача. Вспомни то, как любила тебя детвора, Как тянулась к рукам, затаённо дыша, Как, проснувшись, стремились встречаться с утра. И спроси, разве дети к злодеям спешат? А когда на защиту ответят, распни, Суд проси, чтоб свидетелей верных призвал, Чтоб они всё, как есть, смогли рассказать, Что совершал ты и чему многих ты их научал. И тогда в тишине скажет пусть и Аир, Как ты добр и велик, возвратил к жизни дочь. В Артемеи пусть расскажет, как дивен стал мир, Когда ты пожелал ему в горе помочь. Прокажённые пусть пройдут на помост И покажут рубцы затянувшихся ран, И другие ответят на дерзкий вопрос, Охладив разгоревшийся пыл горожан. Только где они? Где? Их не видно в толпе. Неужели сразила сомнений стрела? Неужели рассеялись все арабев, Зная, как беспощаден народ и пилат? Крик прервал первозданную твердь, Правосудие пало под натиском лжи, Из адских глубин была вызвана смерть, Чтобы жизни лишить подсудившую жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok